В личности порядка 4 тысяч человек, погибших в годы Великой Отечественной войны, установили казахстанские поисковики. Помимо этого, ими найдены места захоронения фронтовиков. Вместе с тем, они планируют посетить Европу для пополнения базы данных о погибших и пропавших без вести. В этом году, койтню победы, Акиматы регионов подготовили для участников Великой Отечественной войны солидные выплаты. Кто и сколько получит, расскажет Аннуар Мангельзинов. В этом году казахстанские ветераны получат от полутора до трех миллионов тенге. Сумма будет зависеть от того, в каком регионе проживает участник Великой Отечественной войны. Самую крупную выплату ко дню победы произведут в Акмолинской области. Там выплатят ветеранам по 3 миллиона тенге. Следом за ними идет Казалардинская область. Здесь фронтовики получат по 2,5 миллиона. А замыкает тройку самых щедрых регионов Актьюбинская область. Сумма 2 миллиона 140 тысяч тенге. Такая выплата предусмотрена для одного фронтовика, который проживает там. Самое большое число ветеранов в Алматы – 43 человека. Согласно решению Маслихата города Алматы, ветеранам Великой Отечественной войны выплачивается единовременная социальная помощь в размере 1 миллиона тенге. В текущем году в соответствии с поручением Акима дополнительно им будет выплачиваться еще по миллиону тенге. Итого в 2024 году они получат по 2 миллиона тенге. По 2 миллиона тенге получат ветераны из Астаны, Шимкента, Алматинской, Карагандинской и Павлодарской областей. Остальные же регионы выплатят по полтора. В Казахстане в настоящее время проживает 167 фронтовиков. К великому сожалению, ветеранов становится все меньше. Так, в Улутаусской и Атраусской областях не осталось ни одного участника. Вместе с тем в стране активно ведется кампания по увековечиванию и восстановлению памяти героев. В том числе тех, кто когда-то пропал без вести. Где-то порядка 4000 человек мы нашли место захоронения и установили их личности. Кроме того, 19 останков наших казахстанских солдат мы перевезли на родину и похоронили их воинскими почестями. Мы работаем по заявкам. Например, подает заявку родственник и мы ищем по всем архивам. Работа с архивами будет усилена. У общественников и волонтеров большие планы на этот год. До конца 2024-го поисковики намерены посетить Европу. И в сотрудничестве с зарубежными коллегами значительно пополнить банк данных информаций о погибших и пропавших без вести. Ануар Мангельдинов, Сергей Шуйский, Информбюро.